Ёлка на площади Мира в Красноярске стоит уже не первый месяц. Скоро рядом откроется каток, а вот снега и сибирского мороза в городе так и нет. Проект «Зима на стрелке» должен был стартовать еще на прошлой неделе, но помешали дожди. А вот теперь погода позволяет это сделать. Обратите внимание, выйти на лед смогут только те, у кого есть QR-код. Я думаю, что мы еще весь март покатаемся, когда будет жарить солнце. У нас каток готов, холодильное оборудование нам позволит. И будет круто, когда будет длинный день солнечный, будет светить солнце, а мы будем кататься на коньках, можно сказать, в легкой одежде верхней. Такую теплоустойчивую конструкцию в нашем городе используют впервые. Помимо этой новой локации совсем скоро начнется монтаж и других, уже привычных новогодних зон отдыха. Всего у нас более 800 объектов в центральной части города, которые предполагается украсить к Новому году. Что касается елок, по елкам в районе будет три елки. Предполагается торжественное открытие, но мы несколько заложники ситуации с коронавирусом. Точно так же сейчас говорят представители всех районных администраций. Придет ли на елку Дед Мороз, теперь вопрос не хорошего поведения, а эпидемиологической обстановки. Тем не менее, сами ледовые городки строить собираются. Подготовительные работы уже начались по всему городу. В Сверловском районе, например, в этом году будет четыре елки. В сквере Паниковка, сквере Универсиады, на улице Тимошенко и Главное, на своем историческом месте. Главная же елка района, по многочисленным просьбам жителей, будет установлена здесь, на площади имени Якова Михайловича Свердлова. Хочу отметить, что около каждой елки будут установлены ледовые фигуры и городки с разноуровневыми горками для ребятишек различных возрастов. Несмотря на то, что сейчас в Красноярске тепло и на улице почти нет снега, а кое-где еще осталась зеленая трава, подрядчики уверены, что успеют сделать все вовремя. Уже в конце декабря в городе появятся первые снежные и ледовые городки. Софья Лупинина, Денис Шабанов, Енисей. Новости.